Санкт-Петербург Сейчас завесу тайны о целях визита нам раскроет директор этого проекта Акимов Андрей Михайлович. Ну, сам проект Алексей Булуженский зародился у нас практически вот в этом году. И учитывая, что Санкт-Петербург все-таки культурная столица нашей родины, мы решили с презентацией нашего проекта приехать именно в этот город. Цель у нас такая, что в том числе кроме модельного проекта удалось еще именно в Санкт-Петербурге реализовать музыкальный проект. Мы записали трек музыкальный, который также будет презентован в ближайшее время. Провели ряд фотосессий, съемок, креативных фотосъемок и на крышах города, что с небольшим таким экстримом, и в антураже исторического центра города. И я думаю, что все это нам пригодится в перспективе для работы. И мы очень рады, что именно в Санкт-Петербурге у нас такой стартап произошел. У многих возник вопрос, кто же такой? Кто же этот мальчик? Я приехал в связи с записью песни здесь у нас в студии. Ну и то, что еду в Петербург, только песню записывать. И решили мы как-то сделать что-то необычное. С чего все началось? Когда в первый раз вообще появилась мысль стать топ-моделью? Она как бы сначала не появлялась, не появлялась, потом с класса седьмого, когда как-то там девочка начинающая фотографировала, выложила. И что-то лайки начали расти, когда у меня не было никогда вот столько, да, допустим. И все, и шло, и шло, и шло. Потом, когда я возрослел, уже стали какие-то персональные проекты. Раньше, если фотографии воровали, они как-то еще, ну ладно, снисходительные относились. Сейчас, если уже будут воровать, то санкции будут до 300 тысяч рублей, потому что все уже фотосессии нынешние за регистрирование нотариусом. Тебе самому в какой сфере, в каком амплуа комфортнее? И ты сделал бы основной, ну скажем, упор в развитии. Комфортно мне в амплуа модели, а упор в развитии я бы сделал в музыке, потому что я готов в этом развиваться и вложить все силы. Потому что в детстве я не понимал, когда меня отправляют куда-то в музыкальную школу, то мне, ну, дети их насильно заставляют, они их хотят. А вот уже когда постарше возраста человек сам уже хочет и знает, что он добьется.